Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите 20 выпуск новостей высоких технологий на highnews.ru Меня зовут Илья, и прямо сейчас я вам расскажу все самое важное, интересное и необычное, что произошло в мире высоких технологий за последние 7 дней. Итак, поехали! И начнем, пожалуй, с недавно изобретенного особого колеса для инвалидной коляски Morph, которое при помощи простых манипуляций руками складывается почти до половины своего исходного размера. Это может дать большую свободу и мобильность почти 65 миллионам людей на всем земном шаре, который по разным причинам использует кресло-каталку. Колесо Morph получило множество наград по всему миру, включая приз в категории «Транспорт» от Лондонского музея дизайна в 2013 году и награду «Лучшая новинка 2013» от Popular Science в категории «Здоровье». Компания Vena Medical представила устройство Eyes on Glasses — очки, способные видеть сквозь кожу человека, которые призваны упростить многие медицинские процедуры. Такое устройство можно носить поверх своих очков, и в выключенном состоянии оно будет просто прозрачным. Но стоит только включить Eyes on Glasses, как медсестра сможет увидеть сквозь кожу вены человека. Изображение формируется с помощью двух камер. Первая показывает кожу человека, а вторая отображает поверх нее кровеносную систему. Таким образом, в несколько раз увеличивается точность попадания иглой в вену с первого раза, упрощая работу медика и снижая неприятные ощущения пациента. Eyes on Glasses должны быть доступны для работы врачам уже в первом квартале следующего года. На минувшей неделе инженеры из университета штата Айова, это, кстати, в США, если вы вдруг не в курсе, придумали абсолютно новый способ идентификации пользователя. Слушайте внимательно. Его суть заключается в распознавании уникальной для каждого человека манеры набора текста и использования компьютерной мышки. Здесь все имеет значение. Пауза между словами, поиск новых символов и их написание. Исследователи называют данный процесс когнитивными отпечатками пальцев, а количество неуспешных разблокировок при использовании этого способа составляет лишь полпроцента. Компания Ивола, активно занимающаяся разработками концептуальных летательных средств на основе классических вертолетов, на минувшей неделе продемонстрировала свой первый коммерческий вариант двухместного летательного аппарата, именуемого Волокоптер VC-200. Аппарат проделал несколько плавных взлетов и посадок и поднялся на высоту в 22 метра. Инженеры компании нацелены в будущем на достижение следующих параметров. Крейсерская скорость 54 узла, максимальная высота 2000 метров и как минимум один час беспосадочного летного времени. Как вам такое средство передвижения? Американские инженеры создали небольшого летающего робота, способного имитировать движение медузы. Разработка была представлена на минувшей неделе в Питтсбурге. Ее создатели из Института математических наук Нью-Йоркского университета продемонстрировали технологию, которая может лечь в основу миниатюрных роботов будущего. Такие устройства могут использоваться в поисково-спасательных операциях, мониторинге погодных или дорожных условий. Большинство существующих летательных роботов построены на имитации полета плодовой мушки. Недостаток такого подхода в том, что машущими крыльями сложно добиться стабильности и маневренности. Устройство должно реагировать на каждое дуновение ветра, а коррекция движения крыльев происходит за доли секунды. Добиться этого крайне сложно. Агентство национальной безопасности США вновь обвиняют в незаконной слежке за гражданами. На этот раз речь идет уже не о прослушке телефонных разговоров президентов разных стран, а о перехвате личной информации пользователей прямо в компьютерных сетях. Дожили. Эдвард Сноуден опубликовал новые секретные документы, которые проливают свет на еще один проект АНБ, носящий название Computer Network Exploitation, или просто CNE. Целью проекта является получение доступа к компьютерным сетям по всему миру и установка специальных шпионских приложений, которые тщательно фильтруют и отслеживают интересующую АНБ информацию. Помимо этого, АНБ также инсталлировала на компьютеры, имеющие доступ к этим сетям, специальные спящие трояны, которые можно активировать в любой момент дистанционной командой. С помощью этих троянов сотрудники АНБ могут проделать зараженным компьютером практически все, что угодно, а пользователи даже не будут об этом догадываться. Просто-таки мечта параноика. А на этой чудной ноте, друзья, мы заканчиваем 20-й выпуск новостей высоких технологий на highnews.ru. Оставайтесь с нами и не бойтесь, это АНБ, фигня все это. Пока-пока.